О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Главная ошибка при переходе на естественное питание. С одной стороны кажется вроде бы тема такая простая. Ну, назови главную ошибку и скажи, что делать, чтобы эту ошибку не допускать. Но на самом деле тема такая запутанная, очень сложная и мне всегда трудно объяснять людям, в чем же они ошибаются при переходе на естественное питание. Давайте напомню тем, кто новенький, тем, кто не в курсе, что естественное питание это питание в основном растительной пищей и преимущественно сырой растительной пищей. Правда, при переходе на естественное питание мы оставляем какое-то количество традиционной еды, в том числе вареной, в том числе животного белка. Но даже уже сам переход к естественному питанию уже является здоровым питанием. Я его именно так и называю. То есть традиционное питание это одно, естественное питание это совершенно другое. А вот переход от традиционного к естественному это уже здоровое питание, потому что оно, несмотря на то, что оно еще не достигло идеала такого, как естественное питание, но оно уже ушло от глубоко неправильного питания, которое мы называем традиционным. То есть питание смешанное, не подчиняющееся никаким законам, когда мы едим, что с чем, компонуем, в общем, хаос. Так вот, в чем же состоит ошибка, когда человек переходит из традиционного питания к естественному и находится вот на этом самом как бы здоровом питании, но тем не менее очень часто он совершает такие отступления от этого здорового питания, которые тормозят его продвижение к естественному питанию. Вот он идет, идет, там питается, да, каким-то образом он говорит, «О, я питаюсь здоровым образом, я ем здоровую еду, я ем растительную еду, а что-то у меня никак не получается саперитина естественная, что-то у меня то срыв, то что-то со стулом, то у меня какое-то недомогание, то у меня дискомфорт в желудке, то у меня начинается тяга к сладкому и так далее, и так далее». Так вот, сейчас постараюсь объяснить, в чем же все-таки состоит ошибка. Естественное питание – это питание преимущественно растительной пищи, в основном растительной пищи и преимущественно в сыром виде. И вот наиболее полноценным питанием являются как раз фрукты. Но фрукты являются полноценным питанием только для тех людей, чьи организмы находятся в идеальном состоянии. Пожалуйста, постарайтесь меня услышать и понять. Если здоровье человека идеально, если у него нет никаких заболеваний, и он в общем и целом и считает себя здоровым и таковым является, то как раз ему очень, наверное, будет хорошо питаться фруктами, преимущественно фруктами. И он при этом не будет испытывать недостатка каких-то других питательных веществ, потому что его организм, будучи здоровым, способен усваивать все нужные его питательные вещества именно из фруктов, а также синтезировать нужные витамины и аминокислоты, которые он не получает, как обычные люди, традиционно питающиеся, там, с животным белком, вареной пищей и так далее. Но на пути перехода к естественному питанию человек еще не может питаться тотально фруктами. Не может, потому что его кишечник еще довольно грязный, и потому что питательные вещества, они будут в полной мере усваиваться. А нам это не нужно, нам нужно, чтобы все-таки человек получал полноценное питание. Поэтому на переходном этапе человек должен как бы позиционировать себя с двух точек. С одной стороны, он типа фрукторианец, потому что он стремится к питанию фруктами. А с другой стороны, он все еще всеядный, потому что в его питании все еще есть и другая еда. Пусть уже в меньшем количестве, да, такая как вареная еда и животный белок, но она все еще присутствует. Я предупреждала, что тема трудная. Я думаю, что ваши мозги уже кипят, и вы пытаетесь понять, в чем дело. Но я постараюсь все-таки довести свою мысль до конца. Так вот, этот человек, который находится на переходном этапе, он как бы типа фрукторианец, и как бы типа он еще пока всеядный. И вот это вот смешение двух типов питания и не дает ему возможности... Нет, не так говорю. Не смешение двух типов питания, а неправильное понимание, как себя вести вот в этих двух типах, не дает ему возможности быстрее добраться до точки естественного питания. Так вот, я сейчас хочу вам объяснить все-таки, как же нужно себя позиционировать вот между этими двумя типами питания, естественное и всеядное, да, чтобы не было ошибок, чтобы не было откатов, и чтобы благополучненько и быстренько туда добраться. Поскольку основным питанием фрукторианцев и тех, кто позиционирует себя как естественно питающиеся, являются фрукты, они же плоды, то... Вот, сама уже сбилась с мыслей. Да, но я предупреждала, что тема трудная, да, что мне очень трудно ее объяснять людям. Ну, ладно, все, собираюсь с мыслями. Да, значит, поскольку фрукты являются основной едой, то их нужно есть именно как основную еду. А основная еда идет отдельным приемом пищи, и она никак не должна перемежаться с другой едой. То есть фруктовая еда и традиционная еда, она не должна никак между собой соприкасаться. Вот, 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 вот ключевой момент, который вы должны понять. Никак! То есть в течение дня мы едим всякую разную пищу, да, мы забиваем наш желудок и кишечный тракт всякой разной едой. Она там вся идет себе с разной скоростью, какая-то быстрее, какая-то медленнее. Но мы знаем, что фруктовая еда всегда идет быстро, вся остальная еда всегда идет медленно. Фруктовая и овощная, сырые овощи и фрукты. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем кишечнике было здоровье, и чтобы вы побыстрее достигли вот этого уровня естественного питания, идеального, вам нужно первую половину дня быть фрукторианцем, а вторую половину дня быть всеядным. Только в этом случае остальная еда не догонит фрукты в кишечном тракте и не вызовет брожения. Если будет наоборот, если вы будете сначала всеядным, то есть с утра там есть какие-то каши, щи, мясо, а потом захотите догнаться фруктами, то у вас будет очень все плохо. Потому что тяжелая еда идет медленно, фрукты идут быстро, фрукты догоняют тяжелую еду. Получается соприкосновение двух несовместимых видов пищи. Начинается брожение, потому что фрукты – это сахар, это кислота, допустим, вареная пища – это крахмалы. При сочетании сахара, кислоты и крахмал начинается брожение в теплом, влажном месте, коим является ваш кишечник. Поэтому, имея брожение хроническое с вами в кишечнике, вы загрязняете свой кишечник. Если вы загрязняете свой кишечник, у вас будут откаты постоянные на традиционную еду, и вы будете добраться на одном месте. И вы никогда не придете быстренько в ту точку, которую мы называем естественным питанием. Вы будете так – шаг вперед, шаг назад, шаг вперед и шаг назад. Чтобы этого не было, вам нужно просто поменять это местами. Первую половину дня, вернее не первую половину, а столько часов в дне, сколько вы можете есть фрукты, вы должны есть фрукты и овощи в сыром виде. Любая сырая растительная пища. Как только вы почувствовали в себе зов всеядности, то есть вам захотелось какой-то плотной горячей вареной мясной еды, все, вы прекращаете быть фрукторианцем, вы оставляете фрукты на завтра, и вы начинаете есть традиционную вареную еду. Только в таком случае у вас в кишечнике не будет брожения, все будет хорошо, и вы без откатов быстренько придете к той самой точке заветной. Потому что если вы будете правильно идти вот таким образом, то у вас фруктовый период вашего дня будет постепенно удлиняться, удлиняться и удлиняться, и тогда большая часть дня будет посвящена фруктам и овощам сырой растительной пищи, а меньшая часть дня будет посвящена традиционной пище. И чем дальше, дольше и правильнее вы будете идти, тем большая часть дня будет у вас посвящаться сырой растительной пище, и меньшая часть дня будет посвящаться традиционной. Наиболее удачные и успешные люди даже выходят на полное сыроедение или фрукторианство, но, правда, спустя какое-то время довольно длительное, и совсем вычеркивают из своего дня традиционную еду, в том числе животное. А кому-то не получается полностью вычеркнуть традиционную еду. Но, кстати, к таким людям отношусь и я. И они считают, что это плохо. То есть я нахожусь на здоровом питании, приближенном к естественному, которое уже ушло далеко от традиционного, но которое еще не достигло идеала. Но мне уже хорошо в моем здоровом питании, в котором много фруктов и овощей, и совсем немного вареной пищи и мясной, мой организм хорошо с этим уживается, с этой системой. И я чувствую себя здоровым человеком. Я надеюсь, что я понятно объяснила вот про это все, вот про эти вот перестановки. А еще такая есть большая ошибка, что люди думают, что фрукты и сухофрукты это вообще какой-то такой незначительный перекус. И суют эти фрукты и сухофрукты куда ни попадут в течение дня. Поел картошку, закусил финиками, потом да с чаем, потом поел кашу, потом решил яблоком догнаться. И вот так вот туда-сюда переставляют вот эти вот все приемы пищи. И получается, то ли я фрукторианец, то ли я всеядный. То ли я фрукторианец, то ли я всеядный. Вот это вот точно не пойдет. Это не наш случай. Ох, кажется, я это сделала. Кажется, я вам это все объяснила. Я надеюсь, что вы поняли. Но если вы не поняли, пишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы. Пока, до встречи. И посмотри еще вот это видео. Увидимся.